Дорогие, сегодня Церковь предложила нам удивительное Евангелие о сеятеле. Кто не слышал этой притчи, кто не читал ее из христиан, о том, как сеятель вышел сеять. И когда сеял, одно упало при дороге, одно упало на каменистую почву, другое упало в тернии и не принесло плода, и только четвертое упало зернышко в почву благодатную, вспаханную, приготовленную, которая принесла плод, одно и в 30, иное в 60, а иное во сто крат больше посеянного. Как нам радостно видеть нивы, засеянные хлебами, и как печально видеть заброшенное поле или какой-нибудь, может быть, заброшенный, заросший бурьяном огород. Как бы ни хотелось, чтобы наш с вами сад души был похож на заросший, за илиный, заболоченный, неухоженный огород нашего сердца. И вот для того, чтобы этого не допустить, мы должны с вами работать над спасением своей души. И потому Христос дважды сегодня в Евангелии говорит, кто имеет уши, слышит, да слышит. А потом повторяет еще раз. Кто имеет уши, да слышит. То есть не просто ты слышишь. Те, которые слышали, не пришли, и у них все похлевали, ничего не осталось. Слышит, это тот, который принимает и живет, и взращивает, и свою ниву, ухаживая, приготовляет к этому семечку. Вот мне хотелось бы, чтобы мы вышли сегодня из храма и унесли хотя бы три важных зерна Господних. Вот послушайте, вы это много раз слышали. Я просто прошу вас унести сегодня из храма эти три больших жизненных по силе и по мощи зерна Христовых. Это то слово, о котором нам Господь научается через Священное Писание. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь Царствие Небесное, а они свидетельствуют о мне. Итак, первое зернышко. Исследуйте Писание. Не надо думать, что я уже читал. Не надо думать, что ты уже поел. Ты вчера поел? Поел. Сегодня опять кушаешь? Ты позавчера ел. И каждый день ешь. И по три раза на день ешь для желудка своего. А для души сколько ты оставляешь времени? А я когда-то там уже что-то бросил. Да оно заросло уже давно, не переживай. А то и посмотри повнимательнее. Мы уже вынесли вороны эти мысли наши греховные. Уже все унесли. Загляни туда, в сад свой духовный. Какой замечательный стих есть. Мой духовный сад, как запущен ты. Поросли травой. Некогда цветущие там цветы. Вот порос наш храм, наш внутренний человек. Наш сад духовный с сорняками, плевелами. Почему сегодня церковь дает эту притчу о сеятеле? И вот будем первое, это исследовать Писание. Каждый день кормить свою душу. И второе. Будем стараться слушать, что там написано. А там написано очень просто, так доступно. Но так сложно для выполнения. Не судите. Да не судим и будете. Разве это не зерно, которое нам так не хотелось бы, чтобы и лежало рядом с нашим сердцем. Мы только встретимся друг с другом. Мы уже начинаем переливать, пересыпать. А вот он такая, вот у него такие. А вы слышали вот эти? А сейчас такие там врачи, а такие политики, а такие. Да все у нас такие, одни мы хорошие. Мы одни хорошие, все плохие. Вот наше евангельское слово, которое брошено в душу. И дьявол пришел, и склевал все, и ничего не осталось. И выходят христиане со службы. А вот они такие, а вот она такая. А вот все виноваты, кроме меня одного. А церковь говорит словами святых своих. Боже, будь милостивым негрешному. Даруй мне видеть мои прегрешения. И не осуждайте брата моего. Вот первое зерно огромное, которое хочу всыпать в душу каждого из вас. Прям всыпать. Не судите, уходите. Никого не осуждайте. И не будете осуждены. Это слово Христово. Один инок, который поступил в монастырь, для примера приведу вам. Вел жизнь ленивую, просыпал, ленился, работал плохо. И вот он пришел по молодости, ну, к такой внезапной смерти. Вот лежит на одре болезни и умирает. И вот собрались старцы. Ну, вот нерадивый умирает. Ну, надо же проститься по любви-то христианской. А он умирает смертью праведного. У него лицо просияло. Как они не понимают? Ленивый, молился мало, трудился плохо. Послушание выполнял так, через колено. Это как? Как этого? Кто может это понять? Почему он умирает в такой праведной жизни? У нас святые, прожившие в монастыре, многие годы так не умирают. И начали молиться за него, чтобы Господь не забрал его, прежде чем он откроет. Почему он умирает смертью праведных? И он пришел в себя. Пришел и сказал, расскажи, что? Что случилось? Он говорит, просто был мне такой образ ангела Божия. И вот он рассказал об этом. Что когда я пришел в монастырь, вообще, когда я раскаялся глубоко, искренне о всех грехах своих, я с тех пор для себя положил главное правило. Никогда никого не осуждать. Никогда. Вот кто бы что в монастыре не сделал, за стенами монастыря. Я всегда говорил, Господи, дай мне никого не осуждать, никого не судить. Ведь это Ты сказал, Господи, не судите и не судимы будете. И вот мне явился ангел и сказал, за то, что Ты никого не осуждал, Бог послал меня Тебе сказать, что Ты не будешь судим, Ты прощен. Он, представляете, ленивый, нерадивый, как все мы, грешный, но никого не судил. Не забывайте это слово Бога, не судите. Не хотите быть осуждены? Не осуждайте. Представьте, суд вывели преступников, самых последних, и вдруг он виноватый, а суд, встать, суд уйдет. Суд говорит, а он никого не осудил, отпустите его. Как, он уже приготовился там срок сидеть? Нет, он никого не осуждал. Вот этот суд осудит, а тот суд за несуждение, за неосуждение других помилует. Это кто когда-то осуждал, покайтесь. Господи, прости меня, с сегодняшнего дня никого не буду осуждать. Ни близких, ни дальних, ни соседей, ни больных, ни дурных, ни хромых, ни никаких, ни священников тем более, ни иерархов, ни патриархов. Не мое это дело. Господи, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Это первое зерно, которое хочется вот весь этот храм высыпать в душу каждого из вас. Второе это, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете вы с ними. Я сыплю это правило, золотого правила нравственности в сердце. Вот если туда не долетело, там в углу, или на выходе кто-то стоит, вот туда пусть долетит слово мое. Потому что слово, оно имеет вселенское значение. Оно сказал и все, во всю вселенную поднимается. Вот поэтому запишите на скрижалях своих сердец. Постарайтесь сделать другому то, что ты хочешь делать себе. И наоборот, не делай другому того, чего ты не желаешь для себя. Не хочешь, чтобы тебя осуждали? Вот уже осуждать не будешь. Не хочешь, чтобы тебе пакости делали? Даже другим не будешь пакость делать. Не захочешь зла другому человеку, как и себе? Не делай. И это второе больное, такое крупное зерно в сердце ваше, дорогие мои. И еще одно зернышко, которое, наверное, больше других. И, наверное, самое тяжелое для многих из нас. Но оно самое спасительное, без которого мы в Царствие Божие не войдем. Об этом так нам сказал сам Христос. «Если вы будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешение ваше. И так прощайте, и прощены будете». Ведь это и есть смысл молитвы «Отче наш». «И остави нам, Господи, прости мне, нам, всем здесь стоящим сегодня, всем людям, прости, Господи, грехи наши, но как? Вот только тогда мы достойны прощения, если мы в себе найдем силы исказать, исходя из храма или помолившись этой молитвы, как я, Господи, вот прощаю всем и все, вот ничего не помню, все забыл, все перелистнул, с новой страницы, дождь прошел сегодня утро и смыл все грехи моих обидчиков. Вот ни на кого не буду больше гневаться, никого не буду больше осуждать, никому не буду досаждать. И всем будет мое почтение». Так говорил старец Амбросий. Видите, как все Евангелие вот в этих простых словах. Итак, дорогие, не только батюшки должны сеять эти семена, а каждый из вас – сеятель. Христианин – это сеятель. Идите, и вот эти зерна, которые в вас посеяны, сейте всем вокруг, с кем вы живете, с кем вы общаетесь, с кем вы работаете. Вы запомните только. Исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне, говорит Иисус Христос. Потому что без Него мы ничего не сможем сделать. А раз ты это начал исследовать, ты до этого дочитаешь. Не суди, и не будешь судим. Прощайте, и прощены будете. И во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте, и вы с ними. Вот я и посеял. А вы теперь идите и с этим живите. И теперь, если там прилетит кто, не пускайте. Камнями зарастет, выбрасывайте, выталкивайте. Начнет что-то прорастать и колоть. Понимаете, он уже колет, вот сорняк. Он же колет, болит душа. Что же я делаю? Что же я смотрю? Зачем мне эта гадость, убийство, насилие, разврат? Это постоянная смехопанорама, шизофренирующая всю страну. А я вот это смотрю в мои посеянные батюшкой в храме Божьем. Мои зернышки зарастают тернями. Выключил, открыл Слово Божие снова. Исследуйте Писание. Ибо через Него вы думаете наследовать жизнь вечную. И сразу вот так у вас сад будет чистый, украшенный, а самое главное плодоносный. Вот я желаю вам не только уйти с зернами, а принести свои плоды. Потому что по плодам их узнаете их. Есть плоды у наших христиан. Значит, в следующее воскресенье они все придут и будут молиться и ждать новых зерен для их жаждущей живой Божьей души. Без которых наша душа просто окаменевает. Вот почему избавим меня, Господи, от этого окаменелого ничувствия. Вы слышите, почему сегодня церковь вынесла именно эту притчу? Чтобы не окаменели мы с вами, христиане, если мы окаменеем, то что будет с миром, который Бога не знает, блудит, развратничает и живет по своим законам. Вы свет миру. Вы свет миру. И тогда просветится свет ваш. Чтобы люди видели добрые дела ваши. Чтобы видели вот эти всходы ваши. Чтобы не судили, не осуждали, прощали, любили других. И вот только тогда люди будут прославлять имя Отца нашего Небесного. Вот этого мне хотелось сегодня всем вам, дорогие мои, пожелать в этот воскресный день по завершении этой чудной вселенской божественной литургии. Напомню, что тот, кто был на литургии, пусть не забывает. Там, где совершается литургия, там невидимо огненный столб поднимается от земли до небес. Но мы видеть его не можем. Мы стоим в этом огне и согреваемся, потому что этот огонь не сжет. Он воспламеняет любовью и жаждой жить по-настоящему. Вы слышите? По-настоящему пламенея любовь к тому, куда возносится этот огненный столб. Горе, куда и мы с вами добудем почаще иметь свои сердца. В горний Божий мир, где огонь любви никогда не угасает, а лишь согревает, как благодатный огонь, который никогда не опаляет, а освещает путь и несет радость. Вот этого всем вам хотелось бы пожелать, дорогие. И напомню, что уже вот в этой неделе мы будем снимать леса, планируем, и продолжать дальше. Вот так работа идет. И напомню о важности и ваших пожертвований, невзирая на сложное время. Мы все равно продолжаем украшать наш храм, чтобы он был красивым и благолепным. Чтобы наш не только внутренний мир, но и дом Божий, который мы посещаем, был благоукрашен, цветущ, радостен и прекрасен и внешне, и внутренне. Я благодарю тех, кто участвует в сборе пожертвований на роспись нашего храма. И пусть Господь благословит вас, дорогие, всех миром. Не болейте, берегите себя. И пусть Христос и Матерь Божья берегут вас на всех путях жизни вашей. Мир вам и Божье благословение.